Рада видеть уже знакомые лица и надеюсь познакомимся еще с теми, кого не знаю. У нас трек про управление и сегодня наша тема вебинара «Личный бренд политика в соцсетях». И с вами будет общаться Валерий Иванов, руководитель направления политики «Новой волны. Оно. Диалог регионы». Валерий, я вас тоже приветствую, чтобы никого не отключать, не отвлекать, себе отключая видео и звук. В конце мы сможем немножко пообщаться с нашими слушателями и попросить их тоже включить видео, звук. А пока все, внимание к вам. Хорошо, спасибо. Всем привет. Как уже сказали, меня зовут Валерий. Почему я вам рассказываю то, что буду рассказывать? Потому что начинал работу несколько лет назад в регионе, работал с главой района, завели мы странички, потом мы сделали успешно, потом была работа с главой региона, с губернатором, ну и после этого я оказался в федеральном центре и работаю с разными федеральными политиками на выборных кампаниях и так далее. За некоторое время, в том числе у самой компании и у меня накопилось... Продолжение следует... на тему позиционирования чиновников, в том числе и госслужащего, и политика в социальных сетях, в интернете в целом. Я понимаю, у нас сегодня слушатели – это не какие-то там прям политики, но общественные деятели, что вот одна нога вроде как от того самого статуса политика и, в принципе, любое влияние на общественное мнение и попытка повлиять на результат каких-то решений – это уже все-таки, наверное, грань политики, и здесь нам всем, наверное, может быть полезным и необходим этот материал, который у нас есть. Так как времени мало, а материалы рассчитаны на полтора-два часа, я, наверное, на свое усмотрение сейчас пройдусь по самым главным, очень базовым и общим вещам, а вы уже в конце, у нас полчаса всего, зададите вопросы, интересующие вас, уточнения сделаем и попытаемся найти именно для вас интересные какие-то вещи. Валерий, а можно сразу вопрос? А презентация будет потом доступна? Сможете ее разослать, чтобы понимать, скриншоты экранов делать, или мы потом это получим? Скриншоты экрана не делайте, не отвлекайтесь. Здесь я пришлю вам лучше, я пришлю вам методичку, которую мы даем чиновникам для работы в соцсетях. Потому что презентация, ну, там будут слайды, где будет одна картинка. Я полагаю, вам просто одна картинка не поможет. Это лекционная презентация, она вот только адаптирована для чтения, а не для личного изучения. Вот, презентацию такую специальную вам вышли. Окей, давайте тогда попробуем пойти дальше. Если я запущу полную демонстрацию интересного, у меня дает ее. Сейчас скажите, полный, во весь экран, или все так же осталось? Все, во весь экран, все как положено. Ну, все, в общем-то, понятие бренда, я думаю, что многим знакомо, но в целом, когда вы смотрите на все значки российских компаний, вы представляете какую-то личность, продукт или какое-то событие, связанное с этим. То же самое и с государством, когда человек представляет, там, какое-то, ну, у него взаимодействие с госуслугами, с каким-то конкретным чиновником на месте, через это формируется весь образ, весь образ, как бы, государства в целом, то есть и президента в том числе. То же самое происходит с общественными организациями, я в этом уверен, сам работал в НКО. При взаимодействии с каким-то членом и участником у нас формируется его образ. Ну, понятное дело, да, что у нас Людовик 14-й в свое время сказал, что государство – это он, но сейчас бы он оказался неправ, да, потому что все-таки одного президента, для того, чтобы сформировать там мнение о всем государстве российском, этого сейчас недостаточно. Государство – это каждый из нас. Давайте пройдем быстро. Давайте рассматривать презентацию, опять же, да, в рамках того, что вы, может, не политики, но общественные деятели, и слово «политик» будем заменять все-таки на вас. Чтобы можно было применить, я буду стараться к этому уделять внимание. Зачем вот все-таки вести соцсети, зачем вообще чиновники ведут соцсети? А вы еще знаете, не знаю, сколько губернаторов у нас в стране ведут свои социальные сети. Не знаю, есть ли у нас тут чат, я просто в ВКонтакте не работал, но если вы напишите, мне будет интересно узнать ваше предположение, сколько губернаторов у нас из 85, так скажу, ведут свои соцсети. Как вы думаете? Есть коллеги, можно писать, вернуть звонок, потом развернуть его обратно на наш чат про управление. 65, все. Есть еще варианты? Сейчас я отключу VPN этот, который мешает мне сочетать ваши сообщения. Ага. Вижу, 7. 65, 25, 77, 50, 75, все, 86, 25. Не все верятся в наших губернаторов. Губернаторы сегодня 83 из 85 активно ведут свои страницы. Причем имеют страницы чаще всего в трех социальных сетях. Это какие у нас получаются? ВКонтакте обязательно. Одноклассники, но в зависимости от того, где они все-таки более-менее работают. И это телеграм-каналы. После закрытия запрещенного в России инстаграма все губернаторы завели свои личные телеграм-каналы. И они на самом деле сегодня такие, наверное, главные влиятели на аудиторию, главные инфлюенсеры, которые привлекли не экспертную, не профессиональную аудиторию в социальные сети. Они привели народ в телеграм, и сегодня мы по статистике видим увеличение аудитории почти на 10%. И это реально не элита регионов, не профессиональные элиты, не культурные элиты, а это именно, что называется, народ, который до этого пользовался WhatsApp и Viber, Viber, а теперь начали устанавливать себе массово телеграм, пойдя за губернаторами. Вот, поэтому вот такой некоторый тренд, который у нас идет в течение трех-четырех лет, и сегодня вот последний губернаторопад, который у нас был весной, пять губернаторов сменилось, и все пять губернаторов уже пришли социальными сетями. Это говорит о том, что это не только инструмент пиара, который начинается у них перед выборной кампанией, а это уже такой обязательный элемент современного чиновника. Для чего вот они все-таки заводят? Конечно, это для того, чтобы позиционировать государство и ту работу, которая делается. Какая проблема вообще в государстве у нас есть? Какие-то вещи хорошие делают, например, Мишустин отчитался в этом году о рекордном строительстве дорог. Но вот эта новость, она вот, как бы ее даже искусственно не пиарили, не продвигали, она вот не очень популярна, что дорог стала больше хорошей. Человек вот видит возле дома своего яму не сделанную, он будет о ней кричать, имена ей давать, заводить аккаунты, там, может быть, видели там имена дорогам и лужам в целом у нас создаются. И у нас у людей все-таки вот такое мышление, что мы вот негатив увидим лучше, и интернет тоже этому способствует, вот продвигаются лучше, которые залайканы, закомментированные новости, это, конечно, негативные у нас новости. Вот, поэтому наша задача, да, там, государство, по крайней мере, рассказывать о том, что делается. Просто делается много, но об этом традиционные каналы, там, в том числе телевизор, который, да, там, 50 только процентов нашего населения доверяет информации, полученному из ТВ, и 50 процентов доверяет интернету. Поэтому вот как-то вот дотянуться до той половины населения, которое веет интернет, это вот задача государства, в том числе, наверное, при позиционировании окологосударственных общественных движений, которые у нас есть. Второе – это развитие карьеры. Опять же, вот про губернаторов я рассказал, да, то есть вот они где-то были там, замами были, мэрами были, замами мэров были, и тут к ним привыковалось такое публичное внимание, и у них раньше не оказывалось площадок. Им приходилось с нуля заводить, и тогда, конечно, этот эффект нативности пропадал, и люди такие, ну, наверное, он завел это для того, чтобы выборы провести. Ну, наверное, так оно и было. Ну и давайте дальше пойдем про интернет. Понятно. Про стартовые условия, да, понятно, что я полагаю, что все присутствующие сегодня уже в интернете в том или ином виде присутствуют. Вот, может быть, кто-то под фейковым именем и фейковым аватаром, но, тем не менее, если мы хотим быть публичными, нам необходимо быть прозрачными, нас должны узнавать, а нас должны понимать, кто мы такие. Вот, и тогда мы поступаем в стартовые условия чиновника и политика, и общественника. Это, конечно, первое. Всегда быть на сцене. За нами следят. Любой наш чих, любое наше движение может оказаться достоянием общественности. Это связано с тем, что... Ну, давайте пойдем... У нас будет слайд, и про это я сказал, с чем-то связано. Презумпция виновности, второе. Это... Даже если мы... Чиновник и политик всегда виноват, да, потому что государство у нас плохое, оно негативное. А как быть сообщественным деятелем, да? Здесь... Ну, если вы все-таки импонируете в своей риторике и поддерживаете государство, я полагаю, что на вас будут также располагаться... Ну, понятно, да, он ходил с флагами ОНФ, все понятно, вот он с ними, с властью, он, значит, с Путиным, да, то есть вот все-все негатив. Дорога не сделана, это вот он виноват. Хотя мы никакого отношения к Силковой дороге, может, с вами не имеем, но, тем не менее, отношения мы с вами негативное получаем, потому что мы виноваты, что маски вели, а потом мы виноваты, что маски отменили. Это все наше достояние. С вами при старте работе все, при публичной работе. Ну, и новая политическая реальность, о ней мы поговорим с более адаптированной. Вот я не знаю, сейчас, как у нас будет видео, я никогда не запускал, но вы мне вот в чате напишите, будет ли у вас звук. Это у нас про стартовые условия, что за нами сейчас наблюдают, вот мы сейчас в прямом эфире вообще с вами, да, любое мое неаккуратное слово может стать там достоянием, и завтра напишет, вот, эксперт с диалога сказал что-то не так там про президента, или что-то сказал не так про органы власти, да, или, не знаю, там, еще что-нибудь лабуду придумать. И поэтому мы с вами в зоне риск находимся. Потом у нас есть телефоны у каждого, камеры, даже в самой глухой деревне, на какой-нибудь березе. Телефоны есть у всех, а вот на какой-нибудь березе есть обязательно интернет, это мы уж с вами точно знаем. Когда мы говорим, что еще у нас есть, у нас есть видеорегистраторы на автомобилях, у нас есть камеры наружного наблюдения, внутреннего наблюдения, то есть от взора камер мы уже скрыться не можем. Вот есть хороший пример в этом видео, мне скажите, будет из УК, уходит бывший премьер-министр Великобритании в отставку, и вот его запечатлели уходу таким забавным способом. Ну вот, да, вроде бы смешно, забавно, но высокочастотный микрофон направленный смог поймать уход, вот такое напивание песенки Кемеронам, вот он весело уходит в отставку и немножечко смазался, наверное, тот эффект, которого он хотел уйти, достойно как-то вот спокойно восвоясь. Вот поэтому нужно быть всегда на чуку, нужно быть всегда на чуку. Даже вот я с чиновниками разговариваю, у вас идет личный прием с человеком, а я сам вот из Сибири, у нас вот некоторые чиновники в Сибири, главы районов, любят там по понятиям с человеком поговорить, и даже когда вот вы на один на один с человеком, нужно быть аккуратным, потому что человек может держать, как я говорю, фигу в кармане, то есть включенный диктофон, и завтра это станет достоянием послушанного вашего города, района и так далее. Да, Сибири рулит, отлично, отлично. Следующий слайд, стартовые условия, да, презумпция виновности, чиновник всегда виноват, и здесь, конечно, вот, чиновник не ведет в соцсети даже, если мы не, ну, или общественник, но при этом мы очень публично, нас показывают с вами по телевизору, нас с вами, значит, комментируют газеты, наши цитаты разбирают просто вот на какие-то знаменитые высказывания, мы с вами суперпопулярный человек в регионе, но у нас нет соцсетей, что произойдет? Какие есть риски? Во-первых, могут создать наш фейк и говорить от нашего лица, во-вторых, не будет хватать информации о нас, например, а где у него жена? Почему вот он всегда, не знаю, в тех там чиновникам докапывается, а почему вот у него ничего не рассказывает о своей семье? Наверное, он что-то скрывает, наверное, они живут не в регионе, наверное, они за границей, наверное, они вот там что-то вот скрывают, ощущение недостатка информации, это сразу и скрывают, это негатив, да? Например, глава Севастополя Михаил Развожаев, он, значит, опережая негатив, 100% был бы негатив, по поводу своей декларации, которая будет опубликована завтра, вот, он, значит, решил сам на своей странице рассказать немного подробнее о том, вот, что же там, что за декларация и откуда у него деньги. Понятно, что для народа, да, для такой широкой аудитории слово миллион, да, цифра такая, да, страшная, это сразу, что наворовали, украли и вот все вот растащили. Поэтому хороший способ, опять же, самому рассказать о неудобной теме, да, быть первым, кто расскажет о себе о неудобной теме, чем это сделают СМИ и в нужном свете будут рассказывать о нас. Поэтому, ну, быть готовым к хейту, быть готовым, опять же, рассказать о том, что что у нас может быть недосказано. Вот новая политическая реальность это про то, что у нас с вами оппоненты, да, здесь сущий оппонент власти, но у вас тоже могут быть конкуренты по вашему делу, которые могут быть хороши в соцсетях. Ну, давайте мы один ролик из Иркутской области посмотрим, это выборы губернатора Михаил Щапов вот такую интернет-компанию планирует. Узнали? Все это наши места. Зачем мы с вами гордимся, и мы уже сделали многое. Стояли заслуженный, самонизкий тариф на электроэнергию в России. Не раз защитили Байкал от олигархов и бюрократов. А самое главное, боролись за справедливое перераспределение налогов. Но нас слышат, когда мы сила. Я принял решение. Я иду на выборы губернатора Иркутской области. Я уверен, что регион нужен свой лидер, говорящий земляками на одном языке. Мы победим и сделаем нашу жизнь лучше. Ваш Михаил Щапов. Ну, такой, да, достаточно интересный вдохновляющий ролик предвыбранный. Его там посмотрело порядка 300-200 просмотров только на Ютубе. Таких роликов было много и я думаю, что каждый иркутянин точно знает, кто такой Михаил Щапов, точно знает, какая у него была риторика во время избирательной кампании. Ну, давайте забавные ролики тиктоки посмотрим на справедливую Россию. Такой достаточно неповоротливый, да, на первый взгляд, ячика, но смогли его тикток душевно засунуть. Ну, и сейчас я запущу справедливый новых людей, не хочет ничего. Ну, что такое, ну, как бы данный спорит, как бы данный с вами. Так, не знаю, если у нас новая парламентская партия новая лига, помогли преодолеть 3-процессный барьер, помощи сетей интернета. Ну, вот, да, мы видим, что, ну, по крайней мере, в политической жизни интернет стал одним из таким мощнейших инструментов продвижения, одним из инструментов позиционирования тех или иных политических сил. Ну, и давайте, вот у нас как раз остается время для того, чтобы пройтись прорезки, да, вот вы завели соцсети, никогда, может быть, этим не занимались, хотя я уверен, что большинство очень активно ведут свои социальные сети хорошо, но, тем не менее, премьер-чиновники выбирает этот инструмент для того, чтобы продвигать свою повестку и свой личный бренд, они, вот, в общем-то, не всегда это делают хорошо. Есть несколько рисков, их пять, и первый риск у нас работы в соцсетях и в интернете в целом это демонстративное потребление. То есть это могут быть дорогие вещи, это могут быть дорогие часы, машина, дом загородный, дорогой отдых на пряжу, сейчас, в принципе, любой отдых, он достаточно дорогой, вот, поэтому нужно быть аккуратными, вот, например, чиновницы, которая, вот, у нас куда, из Мурманской области, есть ли у нас кто-то из Мурманской области, напишите, опубликовала полный холодильник и красной икры, написала, кризис нет, не слышали, и это все происходило во время пандемии, да, первой волны коронавируса, люди теряли работу, уходили на удаленку, вообще был у нас, не разберись с вами, была социальная напряженность, она вот написала такой пост, понятно, что в СМИ ее, в соцсетях ее захейтили, там, наругали, она потом удалила этот пост, написала, это не моя фотография, вообще, как бы, приезда из Мурманской области, наверное, знаете эту историю, да, она удалила, написала, что вот я вообще шутила, и вообще не мой холодильник, ну, в чем мы, наверное, сомневаемся, вот, поэтому вот такая вот история. Вторая, подобная история связана с, тоже интересно, не все вещи, вот из Ульяновской области, у нас советница губернатора, не все вещи, которые, не все вещи, которые дорогие, вызывают негатив, есть вещи, которые похожи на дорогое, такое вот случилось с советницей губернатора, бывшей советницей губернатора Ульяновской области, она вот, собственно, в своем законном отпуске принимала вот такую вот ванну, написала, шоколада много не бывает, да, естественно, какие были заголовки у нас какие у нас были заголовки в СМИ, то есть чиновники жируют, купаются в шоколаде, купаются в шоколаде, да, ну, сразу негатив, губернатор, значит, повелел провести расследование служебное, в итоге оказалось, что оно купалось не в шоколаде, а в нафталиновых ваннах эта процедура в Москве сейчас стоит 5000 рублей, достаточно недорого, как мне кажется, но тем не менее негатив был вызван, ей пришлось вернуться из опуска, оправдываться в своих доходах и расходах, объяснять, что это не шоколад, достаточно неприятно, поэтому нужно быть аккуратными, когда мы показываем какие-то вещи, смотреть на фон не вызовут ли они негатив, потому что это может быть дорогим, будьте уверены, дорогая вещь, пошитая, да, там, за 50-100 тысяч пиджака, обязательно будут людьми замечены, и кто-нибудь может отметить и вас поддеть, поэтому нужно быть аккуратными, тем более, тем более, в наших руках с вами выбирать контент, который мы с вами публикуем, в своей странице. Это у нас примеры из Екатеринбурга, если у нас кто-то из Екатеринбурга, у нас очень большая география с вами. Екатеринбурга, получается, в Екатеринбурге действующего главы Гордумы дочь Анастасия Володина опубликовала вот такой пост, вроде на дорогой машине и с пистолетом, она вот такой постик сделала в закрытом паблике, в своем личном инстаграме тогда, и вот у нее было буквально 200 подписчиков, ну и все, видимо, друзья были, кроме одного, который с нами и со всем миром поделился этим скриншотом, и вот, в общем, теперь мы с вами этот пример разбираем. Что важно здесь, на этом примере? Понятно, что это вызвало негатив в сторону ее отца, да, чиновника, политика, и здесь важно провести хоть раз в жизни профилактическую работу со своими членами семьи, о том, что он, ну, то есть супруг супруга и дети, да, собственно говоря, о том, что они пишут. Во-первых, это повестка, да, то есть, например, мы с вами проводим какую-нибудь, не знаю, если мы из экологического общественного движения, и мы с вами говорим, там, не знаю, сохраним Байкал и, там, не знаю, загрязнение, и мы с вами там участвуем в акции, проводим большую информкомпанию для того, чтобы что-то там добиться какого-то решения, а наша, там, не знаю, семья в это время выкладывает фотографии, как они, там, не знаю, жгут костры на берегу и оставляют мусор, и, не знаю, там, ну, что-то такое делают, что противоречит вашей риторике. Наверное, ну, это сильно ослабит вашу компанию и не даст поддержку тому месседжу, который вы продвигаете, вот, обязательно ваши оппоненты воспользуются вашей семьей для того, чтобы вас опровергнуть. Поэтому нужно провести психологическую работу и с ними тоже. Это у нас пример из Крыма, есть ли у нас это из Крыма. Чиновницы, ну, вот у нас в шубах, да, не знаю, видимо, в Крыму бывает очень холодно, не бывало там зимой, пришли вот к блокаднице, доброе дело вроде бы, как делают, да, и пришли с ней пообщаться, и медали принесли, и пироги принесли. Ну, вот создался у нас контраст, да, здоровые, молодые, красивые, богатые чиновницы, бедная старушка с кусочком хлеба. Вот, в общем-то, создался контраст наглой власти и бедного народа, в общем-то, да. Поэтому здесь вопрос к тому, что нам нужно смотреть, опять же, не создаётся у нас контраст. Понятно, что я не говорю, что иметь хорошие вещи – это плохо. Нормально иметь хорошие вещи, нормально трудиться, много зарабатывать. Вот, лучше бы шубу подарили, пишет Наталья. Ну, в общем, да, у них была возможность снять эти шубы и дота вообще, да, когда мы идём в социальные объекты, нужно посмотреть, нет ли на мне часов за 200 тысяч, посмотреть, как я одет, не нужно быть в дорогом костюме, вот, и так далее, и так далее. Потом они сфотографировали, тот, кто фотографировал, не отреагировал, и потом они опубликовали сами, и тоже за что получили люлей, и губернатор потребовал их уволить, их уволили через некоторое время, но, я думаю, не по отличиям. Вот, поэтому следите за тем, перед тем, как публиковать. Что у вас на фоне? Вот, что я часто вижу у политических пабликов, да, даже не только наличных, а в принципе, там, в области и так далее, они публикуют фотографию, например, какая-нибудь у нас, ну, мы поставили мусорки по всему городу новой, классная новость, да, и фотографируют эти мусорки, но на заднем фоне разбитая стоит остановка, просто лежит бомж какой-то и так далее. То есть они фокусируются только на хорошем, но при этом на фоне просто вот прошла, не знаю, бомбардировка, и вообще ужас какой творится, поэтому фон тоже влажен. Какая-то была компания, по-моему, «Единая Россия», они там приглашали пенсионеров бесплатно делали им стрижки волонтеров. Хорошее дело, действительно, да, многие там пенсионеры этим пользовались, но в каких условиях они их стригли, за это им наваляла общественность просто вот, не дай бог, как говорится. Поэтому фон очень важен. Понятно, что губернатор разлился. Второй риск, на мой взгляд, самый страшный, это проявление неуважения людям. Ну, давайте сразу посмотрим пример, времени много. Это у нас бывший губернатор Мариелла. Ну, все очень красиво. Если добавить еще дорогу, которую мы отремонтируем, вы заметили про дорогу? Это у нас еще раз вина, когда следующий год уже будет после выборов. Нет, спасибо. Я не понимаю. Видите, я думаю, что вы искали вас. Везде спасибо, человек. Подожди, на меню вы стоит приглашать к вам таким местом, каким вы ко мне были. Понимаете? За 30 июня, какие дороги раскопали? Не видишь ли раскопали дорогу? Не видишь ли вы, не таки? Нажите, я не знаю. Привет, попал к Ивану Урганту. Добрый вечер, здравствуйте, это Иван Урган, Первый канал, и дальше Вечерний Урган. Мы бы хотели уточнить, связанно с этой видеозаписью, которая появилась в интернете, что вас задело, когда вы общались с жителями. Ну, нам с вами, может быть, немного сейчас смешно, забавно, но не дай бог оказаться на месте этого губернатора бывшего и на месте пресс-службы и его команды, которая пыталась хоть как-то хоть как-то отработать этот риск, который в итоге, конечно, превратился в атаку со стороны оппонентов, ну, а в дальнейшем к имиджевым потерям и в итоге губернатор сидит в тюрьме за взятки, но я думаю, что все это как снежный ком копится и попадает в котилку негативного восприятия чиновника и так далее. Поэтому, ну, очень нужно быть корректными при общении со всеми людьми, да, тем более, когда мы представляем организацию, мы являемся публичным лицом и от нас зависит того, например, как воспринимают то дело, которое мы делаем, да, и я всегда привожу пример, если министр какого-то ведомства садит в тюрьму за коррупцию, да, какие бы профессионалы в министерстве не работали, какой бы опыт работы и стаж у них не был, и как бы хорошо они не выполняли свои обязанности, про них всех будут говорить, что они все коррупционеры и вообще ужасно, и всех надо уволить, бездельники и все такое. Хотя это действительно, это абсолютно не так, люди работали и старались, просто вот руководитель оказался не совсем порядочным человеком, поэтому нужно быть очень, от вас, как от всего руководителя, очень многое зависит на том, как ваша вся организация будет идти, поэтому большая, большая, большая ответственность на вас пережит. Ну понятно, что с этим случилось. Неуместные шутки, да, здесь пример про Марию Захарова, которая неаккуратно пошутила в своем фейсбуке тогда про президента Сербии, про президента Сербии, что вот он, если, про поводу его визита в Белый дом, что если вас позвали в Белый дом и посту поставили как будто бы на допросе, садитесь, как на фото номер 2, кем бы вы ни были, просто поверьте, вы очень, понятно, загорчился официально и Захарова удалила этот пост и написала, принесла свои извинения, но этого оказалось недостаточно, и президент лично извинялся. Это история про то, что иногда даже наших, ну если мы руководитель, извинений, даже если мы там ополошали и неудачно прошутили, будет недостаточно, и высшему руководству может придется извиняться за нас, но здесь уже стоит вопрос, хватит ли нам политических очков остаться на своей должности после извинения нашего руководителя, вот Мария Захарова видимо хватило в никаких последствиях и санкций в сторону ее мы не знаем, видимо какие-то внутренние там были разборки, но тем не менее неприятно, я думаю, было ей это получить. История про то, что когда общество поляризовано, когда у нас есть два противоположных мнения, например, за вакцинацию и против вакцинации, за маски и против маски, во время коронавируса у нас общество разделилось, нужно быть аккуратными и не смеяться над теми, кто не согласен с нашим мнением, если нам кажется, что наше мнение самое правильное, наша задача все-таки не убеждать тех, кто не согласен, ну вообще, кто избирательной компании не занимался, любая компания строится на том, что мы не убеждаем людей, которые с нами не согласны, вообще нет, все, мы их никак не убедим, мы их не спасем. Мы пытаемся, во-первых, убедить аудиторию, которая сомневается и подкрепляем аудиторию, которая с нами согласна. Также и когда мы продвигаем какую-то повестку, например, опять же, та экология, кто-то разделяет с нами в чистые Байкалы и против того, чтобы там, не знаю, в Монголии строилась гидроэлектростанция, поэтому мы должны вот эту аудиторию, которая с нами согласна поддерживать наше мнение, аудиторию, которая не вот она сомневается, никак никакого отношения к этой теме не имеет, мы ее пытаемся дотянуть. Но негативными шутками про наших оппонентов, про наших, тем, кто говорит, нет, пусть Монголы делают, что хотят, например, то в этом случае, конечно, шутить про них это плохая история, потому что это еще больше подогресса заставит их больше работать на их повестку и дает им повод как бы бить вас за то, что вот смотрите, как они относятся к людям и к народу, поэтому нужно быть очень аккуратным в своих шутках, вообще лучше не шутить про религию, про национальности и про полярные мнения в обществе, например, кто-то против нас чего-нибудь сейчас в обществе, и они могут перейти, опять же, есть шанс, что они могут перейти на вашу сторону, но в этом самом вы абсолютно не даете им возможности перейти на вашу сторону, потому что вы их оскорбили, пошутили над ними, как-то смехнулись, в общем, опасная вещь. А еще часто бывает, что мы с вами тоже меняем позицию. Бывает такое, ну, вот, например, власть так делает тоже, и делает оппозиция так, да, например, сначала власть была заведением масок, и оппозиция что говорила? Они говорили, ой-ой-ой, вы навешиваете на нас намордники, какая вы ужасная власть. Теперь власть освобождает всех от масок, и оппозиция говорит наоборот, ой-ой-ой, вы хотите, чтобы не все умерли, зачем вы отменяете маски, да, то есть власть и оппозиция поменялись местами аудитории этого общества, как ей себя вести. Она тоже пытается постраиваться, если мы над ней смеялись, да, когда были на другой позиции, то уже, как бы, ее заверие завоевывать будет сложно, поэтому будьте аккуратными с шутками. Ругательство. Русский мат, он такой, великий и могучий, как говорится, как и его язык русский, поэтому неоднозначные здесь у нас мнения, но давайте послушаем, ну, ладно, давайте не будем слушать, а знаете, да, у нас, как у нас Лавров со временем выразился, да, дебилами назвал там журналистов перед сидящих, это превратилось в некоторый мерч и в силу русской дипломатии, да, это как бы хорошо ему отразилось, что он такой сильный, мол, мужик, вот, но как у нас было в Крыму? Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там, вообще что ли, министр культуры, это что такое? Выругалась, да, у нас микрофон, извините, извините, пожалуйста, извините, ради бога, коллеги, простите, пожалуйста, у меня машина отключилась. Выругалась, да, она у нас в микрофон и, в общем-то, губернатор за нее вступился, молодец, да, написал, что если бы министр ЖКХ вырубился, я бы еще понял, да, вот только что министр культуры слова такие знает, а для нее скорее это негативно, да, то есть все, кто работает в социалке и, в принципе, да, прошу прощения за сексизм, но все женщины, для вас это просто как огонь, да, ругаться матом абсолютно неприемлемо в публичном поле и нужно избегать любых же организмов и, ну, особенно если, не знаю, вы работаете в волонтерском каоткапе, не знаю, в движении или, не знаю, представляете союз матерей или что-то такое, любое ругательство будет воспринято как негативное, ну, любая работа с детьми тоже в том числе, поэтому мат это вот плохая вещь и вот любое ругательство. Депутат. Депутат**** Да, понятно, что это комитет по этике для этого депутата был, а оппоненты его политические предоставили. Для такой возможности собрали необходимые все документы для него. Он опубликовал это в своем тикток аккаунте, то есть своими руками угробил свою карьеру. Поэтому, опять же, участие детей здесь мы наблюдаем в ругательской песне. Будьте аккуратными и ни в коем случае не повторяйте этих ошибок. У меня нет этого примера, но, опять же, что еще может быть, каким риском. Мы наверняка любим выпить, в этом нет ничего плохого. Погулять на корпоративе, погулять на свадьбе, погулять на юбилее дорогого начальника. И там бывает алкоголь. Опять же, старайтесь избегать таких фотографий. Мы их делаем, но все-таки старайтесь не публиковать, где вы там с бокалом вина, с бутылкой держите. Ну, в общем-то, все веселье, которое... Есть такая фраза, все, что было в Вегасе, должно остаться в Вегасе. То есть то же самое после наших корпоративных регулянок. Не должно попадать в сети, потому что будьте уверены, когда вы будете отставить какую-нибудь социально значимую, общественно значимую позицию, вот эту фотографию с бутылкой водки, например, обязательно ставят на фотографии какой-нибудь СМИ и будет вам счастье. Вот. Ну и последний, да, риск, на который у нас хватает времени. Дальше у нас там будет разбор ведения соцсетей, но времени у нас очень мало. Интернет не появился не вчера. Давайте так. Просто важность его вдруг власть. В принципе, мы как общественные деятели поняли, ну, не так давно. И восприятие там еще лет пять назад было там. Какие-то девочки, мальчики, подростки что-то там выкладывают, какие-то бантики, цветочки, аниме. Оказалось, что вот не все так однозначно. Вот. Вот пример действующего министра культуры Ольги Любимовой. Был такой, такая сеть у нас ЖЖ. Я уверен, что многие из вас вели и были, может быть, там популярны. Десять там последователей, не знаю, тысяча последователей, это вы уже были звездой ЖЖ на региональном уровне, великим блогером, и наверняка вас до сих пор оттуда знают коллеги-журналисты. Вот. Вот таким была влиятельем и инфлюенсером у нас Ольги Любимова. 12 лет назад, в 2008 году, она написала такой замечательный пост, где сказала, что она, извините, ни хрена не культурный человек, что никогда бы не пошла в оперу. Вообще вся эта музея, это полная. Вот такая у нее, извините меня, вот футболка, куда нас посылает в далекие дали. Вот. Но случилось так, что пару лет назад она становится министром культуры. Журналисты находят ее, этот знаменитый пост, 12-летний давний. Наверняка она не предполагала, что карьера сложится так хорошо, и она окажется вот такой высшей точки своей карьерной деятельности. Вот. Естественно, неприятно. Вроде бы новая министра культуры, женщина красивая, должна вот вроде как-то обновить нам, значит, образ министерства. Но вот поймали негатив, никакой отработки они не сделали, я считаю, отвратительная была отработка со стороны ее коллег. Можно было, конечно, там много чего сделать, разыграть эту монету, но коллеги не поработали до конца. Поэтому обязательно сегодня, за кружеской чая, вспомните ваши старые соцсети, посмотрите, что же вы писали в 2014 году, а какую позицию вы поддерживали по тому или иному вопросу, а кого ругали, а с кем ругались. В общем, нет ли у вас там фотографий с голыми купальниками. Есть такая история про учительницу, которая публиковала купальник, ее вот уволили с работы. Я считаю, конечно, неправильным, что ее уволили, но риск такой есть. Поэтому обязательно сегодня вернитесь в свои сети, опуститесь до самого конца. Все репосты ненужные, кого вы там репостили, кого поддерживали, почистить и удалить. Потому что в момент, когда ваше дело, которое вы делаете, или ваша карьерная линия достигнет какого-то внимания, обязательно к вам будет внимание журналистов, они найдут то, что им нужно. Будьте аккуратными. У меня на этом пока все. Время у нас ограничено. Установить бы доступ, да, действительно. Ну, всеми силами вам нужно делать все, чтобы об этом никто не узнал, что вы там делали. Я уверен, что у каждого есть что-нибудь, до чего можно докопаться. Вот, я такую работу с своими страницами провел. Коллеги, есть ли у вас вопросы, давайте попробуем на них ответить. Валерий, пока народ, если тебе смелость, чтобы написать или включить микрофон, я вас отдельно от проекта ТОП-блог сейчас поблагодарю, потому что вы сейчас поднимали очень важные и нужные темы. Казалось бы, личный бренд, ну, это довольно популярная сейчас формулировка, и не все закладывают в нее те слифы, которые вы сейчас озвучивали. И мы порой сейчас проверяем домашние задания наших участников, и у них вот блок делится на до и после. А вот на это после и редактирование того, что там было, мало кто, к сожалению, обращает внимание. Очень здорово, что вы об этом нашим участникам сейчас сказали. Ну что, друзья, есть ли у кого-то еще какие-то вопросы? Денис, Ленин Балович. Спасибо, спасибо большое. Действительно, крайне интересно и полезно. Смотрите, такой вопрос, знаете, чисто с как бы психологической точки, ну, и часто этим в том числе и политики пользуются, точнее оппоненты. Когда человек начинает в чем-то оправдываться, то вот это вот сам процесс оправдывания выглядит априори как бы признанием вины, и во время оправдывания человек априори выглядит, ну, менее, скажем так, сильным, более слабым. Поэтому скажите, с этой точки зрения, если какое-либо вот, ну, достаточно негативное содержание события произошло, то сейчас у нас в целом, но даже если посмотреть по регионам, то можно разделить на две грубые позиции. Да, кто-то, ну, раньше это было до появления инцидент менеджмента, это было намного хуже. То есть кто-то пытался вообще не обращать внимания, замалчивать и ждать, пока тема съедет на нет, кто-то, наоборот, начинал на нее отвечать, активно работать с оппозицией, но порой это тоже служило в качестве, ну, подливания огня, то есть пока эта тема живет, пока ее поднимают, на ней начинают, соответственно, делать свои политические очки другие. То есть как вы считаете, какой вот, какая здесь депутатная схема, как правильнее поступать? Спасибо. Хорошо, я понял вопрос, спасибо, Денис. Понятно, что, ну, раньше в политике, ну, вот была такая стратегия, давайте не будем отвечать, мы вот до них не спустимся, они вот там где-то внизу, а мы где-то наверху. Эта сейчас позиция не всегда работает, потому что, опять же, социальные сети включают к этому всю общественность, и она как бы считает, ну, как бы требует не то, что отретьте оппозицию, ответьте нам, людям, как ли это. И когда мы не отвечаем, это была у нас зимняя вишня, Кемеровская область, когда у нас ужасная трагедия, погибли люди, власть молчала и считала, что мы просто сделаем свою работу и ничего не будем говорить, хотя они там, ну, понятно, что растерялись очень сильно и, ну, не было отлаженных каналов коммуникации. Вот, они молчали, и в итоге это привело к большому количеству фейков. Проблема информации какая сейчас? Это вакуум информации, то есть, когда нам никто не говорит, а власть намеренно молчит, люди говорят, ага, они что-то скрывают. Все, это порождение фейков, и нам тогда, помимо проблемы, у нас еще будет количество фейков по этой проблеме, и нам еще больше придется приложить усилия, чтобы эти фейки оправдать. Нет, там погибло не 10 человек, там нам на интернет говорит, а погибло 200, и они от нас скрывают это, да, там, это был теракт или еще что-то, а не просто пожар. Вот, тогда нам еще сложнее будет, чем мы оперативно расскажем о проблеме сами первыми и будем лидерами этой информации. Вот. Второе, это, конечно, вот это молчание, оно, конечно, приводит к тому, что оппонентам дается искусственным способом, опять же, порождения вот этой неточной информации. Вот, поэтому я считаю, что молчание, ну, практически, ну, каждая ситуация индивидуальна, но во всех случаях молчать лучше не надо, и необходимо быть, вот, как бы, вот, одним из первых, кто об этом скажет. Есть еще такое слово драматургия. Поэтому оправдывание, это, конечно, такое, это же как в школе, да, вот, у меня есть пример одного губернатора, ему в комментариях, ну, человек, ну, ты из тысячи в комментариях, человек написал ему в комментарии, вы геи ему написали, и губернатор ночью, видимо, не спал и ответил на это сообщение, написал нет. И у них зависалась полемика, у них зависалась полемика, они начали обсуждать, действительно ли он нетрадиционной ориентации. После этого утром, когда секретарь проснулся, в СМИ была целая статья о том, как губернатор пообщался ночью в чатике, вот, и получается, что в этом случае действительно сработало, не нужно было отвечать, не было никаких доказательств, не было никакого вообще наезда, это просто был какой-то фейковый аккаунт, который спровоцировал руководителя на общение, и сделали из этого материала. Теперь, конечно, время от времени эту переписку ему припоминают. Вот, поэтому здесь должна быть драматургия. Когда к нам действительно есть претензии, нам говорят, вот твой сын на ландкрузере пересек двойную сплошную, кое-чуть бабульку не задавил, наверное, на это надо ответить. Ну, для этого нужна какая-то история, что мы называем драматургией. То есть не просто нет, такого не было, и вы это все враги. Это очень как бы топорно, и в школе, когда мы тоже на буллинг отвечали так же, на нас еще больше наши оппоненты набрасывались и говорили, ну, точно, ты точно вот такой и сикой. А здесь нужна история, да, вот какая-то должна быть предыстория, вообще там, знаете, вот, да, эта машина моя, рабочая, действительно, она пересекла двойную сплошную. Мы с водителем проводим, вот он, водитель, может быть, его даже в прямом эфире показать, а водитель говорит, а у меня там, не знаю, собака рожала, я ехал, чтобы быстрее ее там отвезти. У меня вот, я, говорит, извиняюсь, выговор считаю там серьезным, считаю там это, обещаю там, и отстранен от работы там на три месяца, что-нибудь такое, чтобы люди видели драматургию, чтобы видели проблему, чтобы на нее обратились. То есть не просто ответ, нет, все, или мы там сами внутри решим, мы должны показать всю внутреннюю кухню, как эта проблема будет решаться, и тогда, конечно, ну, у оппонентов не будет, вот как история была в Красноярске, Пус приезжает там в село, в Каннск, во село в город Каннск, и неожиданная женщина отвечает грубо, он говорит, что вы мне тут права качать будете, да, на ее там запросы. После этого все СМИ разбирают, понятно, что оппоненты хотят эту историю качать, но оппоненты что делают? Что делает губернатор? Он звонит ей следующим утром на этой жительнице, извиняется, и об этом рассказывают все СМИ, что губернатор лично поговорил с жительницей. Тогда, конечно, работает драматургия в том плане, что не все чиновники у нас такие плохие, смотрите, действительно губернатор был уставший весь день, ездил по всем районам, пытался узнать все проблемы, и к концу дня, ну, как бы, сработали эмоции. Ну, вот, в принципе, отвечая на ваш вопрос, примерно вот так. Валерия, у нас остается немного времени, но я успею задать вопрос, который давно уже написала Наташа Ратинар. Как вы можете позиционировать в соцсетях и сообщать аудитории о своих компетенциях, чтобы это не выглядело послужным списком? Для этого нужно каждый день рассказывать о вашей деятельности, не вести отчет в конец недели. Смотрите, мы за эту неделю провели два совещания, обсудили такие вопросы, сходили в детский дом и отнесли вещи. Нет, нужно... Социальные сети подразумевают событийность, то есть актуальная информация та, которая опубликована в день, когда это произошло. Если вы сегодня прошли обучение по личному бренду, то сегодня об этом и нужно написать не в конце месяца, чтобы люди понимали, что жизнь ваша протекает. Каждый день что-то с вами происходит. Вообще, если говорить про оптимальную периодичность, в неделю для активного лома, то есть лидера мнения, два поста минимум в неделю должно выходить. Для этого с вами что-то должно происходить. Наверняка с вами что-то происходит. Поэтому не отчет в конце недели, как это некоторые делают, я видел много таких страниц, где люди, лидеры мнения делают отчет. Мы провели то-то, сделали то-то, сделали то-то. Нет, это должен быть не список. И второе, каждое дело, которое делается вами, где-то вы были, с кем-то общались, должна быть ваша личная оценка. Понравилось вам, не понравилось, а что по этому поводу думаете вы. Понятно, что принято решение. Что вы думаете по поводу принятого решения тем или иным органам? Как вы относитесь? Или вот вы отвезли благодарительную помощь солдатам нашим. А какое вы вкладываете личное отношение в этом? Не просто отвезли помощь, а вот считаю, что очень переживаю этому событию, и держу полочки за наших ребят. Ну, то есть, должно быть обязательно какое-то личное ваше включение. Это не будет усложным списком. Если можно, добавлю, потому что уже был такой кейс озвучен. Когда вы, у нас еще много общественников в треке про управление, и вот когда вы, например, рассказываете о том, что вы приняли участие в вебинаре, напишите несколько тезисов, которые будут полезны для вашей аудитории. То есть, не только ваше мнение, но еще и давайте через свое УТП, через свой послужный список пользу для вашего читателя. Если есть желание, время, еще на секунду отвлечься. Вот последний вопрос был в чате от Юлии. Видели? Драматургия работает, когда меняется взгляд или мнение, отношение к чему-то, или вообще кардинально меняется направление деятельности. Как, в принципе, это грамотно осветить? Не очень понял вопрос, извините. Я тоже не поняла, честно. Я думаю, что вы про драматургию говорили. Юлия, если вы сейчас с нами, именно можете подключить звук свой, можете ли вы... Работает ли драматургия к изменению мнения, да? Я правильно понимаю? Ну да, вот она добавила, работает ли сноску. Видимо, да. Драматургия работает ли, когда меняется взгляд или мнение? Ну, конечно. Она лучше всего работать именно для этого, да. Да, когда мы пытаемся изменить отношения. Ну, то есть, опять же, я сегодня говорю про экологическую компанию, да, просто у меня у него в Умеб, не ближе по моему территориальному признаку. Байкал, да. То есть, не просто мы хотим ГЭС закрыть строительство в Монголии, да, а мы разворачиваем, что это у нас там десятки редких рыб у нас умирает. Это мы там разворачиваем, что конкретно, кстати, там бабушка, которая живет на берегу реки Селинги, например, которая каждый день там 70 лет выходит для того, чтобы, не знаю, половить рыбу или что-то там провести обряд свой там шаманский, буддистский, потеряет эту возможность, потому что Селинга обмелеет, потому что вот и тогда ее традиция вековая, которую делали ее предки, она пропадет. Вот это драматургия. То есть вот история вроде бы совсем про другое, да, мы пытаемся закрыть ГЭС, да, но если продавая это через бабушку, которая и ее священное место будет там нарушено, да, экологически, потому что мы закрываем, перекрываем воду, это вот драматургия, она работает, да, человек эмоционально говорит, ага, это наши ценности, это наши духовные корни, ага, давайте-ка мы будем бастовать, давайте-ка мы будем подписывать петиции против того, чтобы эта ГЭС была построена. Ну, то есть вот совершенно две разные бабушки, вообще до фонаря, на самом деле, до закрытия ГЭС. Ну, вот эта драматургия, она вот так работает. Или, ну, ладно, не буду предупредить сейчас, какие драматургии сейчас у нас прорабатываются, да, я вижу, я про них не буду говорить, потому что когда пройдет, потом обсудим с вами. Вот, а сейчас есть тоже, видим много драматургии вокруг, вот, некоторых важных вещей, которые в обществе есть. Поэтому вот, коллеги, большое спасибо, рад был с вами пообщаться. Еще раз представлю вас, Валерий Иванов, руководитель направления политики новой волны, оно «Диалог региона». Был сегодня с нами, мне кажется, много пользы, если вы так же, как и я, благодарны Валерию, напишите об этом в чате, мы обязательно передадим и его коллегам тоже. Вам спасибо, завершаю трансляцию. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok